Нашла нужный размер? Да, после долгих поисков я нашла наконец березку, на которой почки в таком состоянии, что как раз нам подходят для сбора. Дело в том, что сбор березовой почки очень ограничен по времени. Мы немножко проворонили время и нужно было идти собирать дня 2-3 назад. Резко потеплело и почки стали раскрываться и погнали листик. Такие почки не подходят уже для сбора. Почка должна быть набухшая, немножечко с зеленцой. Я потом крупным планом покажу, какая почечка должна быть. Когда начинают открываться уже, на конце почки начинают появляться листики, такая почка уже не подходит для сбора. Я нашла как раз такую березку, на котором почка как раз в том состоянии, которое нам нужно. Вот такие почки подходят для заготовки. Они уже налитые, с зеленцой такой, но листик у них еще не вылез, не начал раскрываться. Они липкие, смоленистые, очень вкусно пахнут. Сейчас найду почечку, которая уже не подходит для сбора. Вот почка, у которой уже начал открываться лист. Эту почечку уже такие почки поздно собирать. Я повторюсь, что время сбора почек березовых очень короткое, буквально несколько дней, когда почка налилась, но лист еще не раскрывается. Итак, продолжим процесс приготовления настойки. Почки собрали. Сколько нам необходимо почек? 30 грамм. Надо возвышать. Ты смотри, но здесь это мне не очень видно. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. О, 31 грамм. 30 грамм почек. Свежесобранных. Если почка сухая, то понадобится 15 грамм. Дальше что делаем? Ну, бери стопку какую-то, растолки. Все, весы не нужны, да? Да, и не нужны. И? Немного растолки, почки. Чтобы они как бы сок пустили. А может их блендером? Нет, просто подави их. Чуть-чуть подавим. Хватит или еще? Да, достаточно. Дальше. Теперь 2 ложки меда. То есть на 30 грамм почек 2 столовых ложки меда. Сейчас все это перемешаем. И оставим на полчаса. Так, нам нужно будет еще литр водки, да? Да, литр водки или спирта разбавленного. Я, наверное, сейчас сразу залью в емкость, да? Так, полчаса прошло. Дальше наши действия какие? И теперь нужно переложить почки в банку с водкой. Банку закручиваем крышкой. Хорошенечко все это нужно переболтать. Давай, Патриса? Да. Все, настойка готова? Нет еще. Теперь убираем ее в темное место на 10-12 дней. Каждый день банку нужно встряхивать. Давайте теперь немножечко поговорим, пока вот здесь уже никаких движений делать не надо. Значит, что у нас получается? Это у нас настойка какая-то лечебная или это просто как напиток? Это питьевая настойка. Мягкая, вкусная очень. То есть, по сути, это водка, которая продается у нас в магазинах, называется там у нас она... Водка на брониках, на березовых брониках. Ну, только домашнее изготовление, да? Да. В общем, нам сейчас остается просто ждать, когда наша водка созреет. Прошло две недели, настойка готова. Теперь ее нужно процедить через несколько слоев марли. И все, она готова к применению, да? Ну, ухладите ее еще в холодильнике. Настойка получается такая ярко-зеленая, прям такого цвета, с коричневатым отливом. Очень вкусная, ароматная и мягкая. У меня, кстати, вопрос, ее сейчас хранить в темном месте или уже без разницы? Нет, уже без разницы. Ну, перед употреблением лучше охладить холодильники. Кстати, березовые почки не выбрасывайте, их можно настоять еще раз. Настойка, конечно, не будет такой концентрированной, но все равно она будет очень вкусная и полезная. Ну, а у нас на этом все. Мы надеемся, что вам понравится такая водочка на березовых броньках. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok